Всем привет! Добро пожаловать в Волок на пару! Я сходила в Меркадону. Вчера хотела вечером пойти, но было так душно, так жарко, что решила не изменять новой традиции. И поняла, что по утрам ходят старички, и я среди них с колясками, вот с этими каталками. А вечером в основном на машинах и с детьми. Вот утром с детьми практически никого нет. Как всегда, первое показываю мясо-рыбу, потому что, наверное, вы догадались, я вам показываю, сразу убираю в холодильник. Значит, это с бедрышек кур, ну, вот они такого желтого цвета, потому что это какие-то фермерские кукурузы, по-моему, откормленные. Это филе с бедра индейки, это окунь, это я первый раз взяла, попробую. Ну, это лосось. Мне понравилось, что сегодня такие маленькие кусочки выложили. Тут два огромных куска всегда выкладывают. Ну, и креветки, я тут объедаюсь ими. Мы просили цены называть. Я не буду называть, вот показываю. Это курица, это индейка. Здесь и цена за килограмм видна. Это лосось. Это окунь. И креветки. А, креветки не видно, да. Не знаю, сколько они стоят. Заново приходится снимать, потому что, оказывается, я кнопочку не нажала. Я все, что вот в таких упаковках, уже готовые упаковки, я не знаю, сколько это стоит. Ну, не буду искать в чеке. Значит, у меня здесь смесь брокколи, цветная капуста, морковка. Здесь просто отдельно брокколи. Вот такой помидор. Это розовые помидоры, но ему еще доходить надо. Эти помидоры стоят евро 99 килограмм. Это получается где-то в районе 140-150 рублей. Но в нашем Елисейском это точно рублей 400 будет стоить. Значит, это красный итальянский перец. 2,49 евро за килограмм. Это кабачок, ну, почти евро килограмм. Летом у нас, да, примерно, кабачок цукини. Примерно так же у нас летом стоит, где-то в районе 69 рублей, по-моему. 69 в прошлом году, по крайней мере, стоил. Это обыкновенный лук. Это какой-то розовый лук. Почему-то красного теперь нет. Вот теперь такой розовый. Может, это молодой, красный, не знаю. Вот этот свежий лук, он мне очень понравился. И спаржа. Ну, и тут еще у меня кинза. Видите, я кинзу все время покупаю. Я так ее люблю, обожаю просто. Опять салат. Это смесь, вот я не знаю, как этот салат называется, который мне очень нравится. Он такой нежный-нежный. И фрукалан. И вот такой салат. В Меркадоне эта смесь называется гурмет. Ну, вот из ягод и фруктов я, кроме этого, ничего не взяла. Это финики. Это голубика. Господи, перевернулась. Ежевика. И авокадо. Просто у меня все еще пока есть остальное из фруктов. Поэтому я ничего больше не взяла. Яйца 6 штук. Ну, я уже рассказывала, что здесь продают полдюжины или дюжина 12 штук. А не так, как у нас с десятками. Но у нас, кстати, в Елисеевском тоже начали по 6 штук продавать. Так. Там и 4, по-моему, даже продаются. Вот это еще один... Другая упаковка. Арчаты. Я не знаю. Мы сначала думали, что это с кофе, что ли. Но, не знаю, я так почитала. Вроде бы в состав... Ой. В состав ни кофе, ни какао не входит. Но вот в этих упаковках тут еще есть всякие добавки. Е472, Е457, Е407. Ну, потому что эти упаковки можно долго хранить. И, конечно, они с добавками. А вот это, то, что я побоялась в первый раз взять, это свежая арчата. Она без каких-либо вот этих ешек. Вроде свежая. Здесь 750 мл. Она до 22.07. У нее срок годности. И если открываешь, то выпить нужно в течение 24 часов. А это в открытом состоянии до 4 суток держится. Здесь 83 ккал на 100 мл. А здесь 98 ккал на 100 мл. Ха-ха-ха-ха-ха. Больше почему-то. И вот так выглядит, собственно, это самое сырье, из которого делается арчата. Называется этот орех чуфа. Вот так он такой корявенький какой-то. Но я его вживую нигде не видела в продаже, поэтому, может, его так просто не едят, не знаю. Вот буду пробовать, потому что та предыдущая арчата мне, в принципе, понравилась. Ну, может быть, непривычный для нас вкус, но очень милый, нежный и действительно очень вкусная вещь. Мне кажется, детям должно очень нравиться, потому что сладко, орешками пахнет. Аня спрашивает, похоже ли это на молочный коктейль. Мне кажется, совсем не похоже. Может быть, как вот миндальное молоко или там рисовое молоко, но только гущее. Оно не такое жидкое, как миндальное. И я не люблю миндальное молоко, потому что миндалем пахнет, а я не люблю этот запах. Вот, так что это нужно пробовать, чтобы понять, на что похоже. И сегодня есть продукты из Бакалеи. Рис. Ну, тут хоть видно, какой он. Вот этот вроде бы разноцветный, с черным, но не знаю, какой нас... А, можно же открыть, сейчас посмотрим. О, да, прекрасный рис, такой, какой я и хотела. Вот, смесь. И очень... Я люблю, когда рис желтенький. О, очень, мне кажется, хороший должен быть рис. Это тростниковый сахар. Я там видела тоже тростниковое что-то, но мне кажется, это даже пудра, потому что такая мелкая была консистенция. Там прозрачный был пакетик. И это морская соль. И еще, как всегда, это вода. Это, если что-то я мою руками, посуду какую-то все равно приходится мыть. Это вот большая бадья вода для утюга. И это средство для мытья унитаза. Я брала другой аромат, мне не понравился. А потом взяла вот такой. Он мне понравился. И я взяла вторую бутылку, чтобы во второй туалет поставить. Я, когда иду в магазин, я выхожу из дома где-то в половине десятого, из двадцати пяти. Выхожу, по-моему, бывает так, 24-25 градусов. Но когда я возвращаюсь обратно, через час-полтора, уже 29-30. Вот так быстро нагревается все. Обязательно наношу на тело вот этот спрей Арифлеймовский SPF 50. И на лицо, потому что я хожу без макияжа, на лицо наношу вот этот подаренный. Я вам его показывала. Тричуалс. Это специальный крем для загара. Ну, защитный крем для загара. SPF 30. И когда я иду в магазин, я иду по тенечку от домов, от деревьев. А обратно уже возвращаюсь, тенечка практически нет. Только на подходе к дому тенечек. И сегодня, вы знаете, я получила ответ на вопрос, который я сама себе задавала. Кто-то написал, что в Москве вся трава горит. Ну, горела, когда было жарко. А я здесь хожу и все думаю, как это так все такое зелененькое, такое свеженькое. Нигде не видела вот этих разбрызгивателей, поливалок каких-то. Ни разу не видела, чтобы люди поливали. А сегодня иду. И представляете, там какие-то просто трубы торчат. У них как-то так интересно сделано. Не разбрызгиватели, которые вот обычно видишь. Или на шланге они как-то расположены. А здесь просто трубы. Но, видимо, с направлением струи. И вся трава зеленая. Вся такая свежая. Несмотря вот на эту жару, которая была, 42 градуса и продолжает сейчас быть, 32-33 градуса. Свежайшая трава. Вся земля полита. Ну, в тех местах, где вот эти разбрызгиватели есть. Там идешь по дорожке. Я просто камеру с собой не беру. Потому что быстрее, быстрее мне нужно. А если я камеру возьму, я начну каждую травинку фотографировать. И, в общем, идешь. С одной стороны вот эти заливные луга. Зеленые и деревья политы. А слева там какой-то пустырь, автостоянка. И, мне кажется, на этом пустыре будут что-то строить. Поэтому за ним не ухаживают. И вот там, конечно, вся трава желтая. Все пожухло уже. А вот зелень, за которой ухаживают, она, конечно, в прекраснейшем состоянии. Это мой обед. Это смесь рис с киноа. Салат, помидоры, огурцы и красный перчик. А это куриный шницель на сковороде гриль. И обязательные в обед витамины. Это внутрикомплекс для волос и ногтей. И порция wellness pack. Для женщин. Ядового аппетита! Сегодня в почтовом ящике нашла вот такой проспект. Рекламируют, видимо, мебель. Для разных комнат. Тут вот и детские. Спальни. Салоны. Ну, гостиные в смысле. Комбинированные детские. Что-то такое, типа кубиков каких-то. Вот такая спаленка для ребенка, для двух детей. Две кровати друг над другом. Вот они. Вот как раз эта лесенка здесь. Рабочее место, рабочая зона. Ну, не знаю, какая-то для меня лично это слишком современная мебель. И, по-моему, не очень функциональная. Но, может быть, вот кому-то нравится эта гардеробная. Вот такие спальни. Я не очень такой стиль люблю. Супер современный. Может быть, для меня он слишком лаконичный. Ну, не знаю, может быть, действительно кому-то, даже из вас, понравится. У каждого же свой вкус. И, наверное, вот здесь. А, вот. Это в Сан-Кугате находится. Станция Сан-Кугат. И вот здесь, недалеко, этот магазин. Нужно сходить и посмотреть. Кстати, наши знакомые в самом начале нам сказали, вот, вам будут всякие проспекты, рекламу присылайте. Обязательно все сохраняйте. Во-первых, вы будете знать, где что находится. Во-вторых, по этим рекламкам можно читать, учиться. Как-то прикладывать свой язык, свои знания к этому, чтобы тренироваться. Я сегодня опять внесла цветы. Потому что вчера я так поняла, что им было очень-очень-очень жарко. Они вчера начали у меня осыпаться просто гроздьями. Так что пусть сегодня отдохнут. А на ночь буду выносить, чтобы свежим воздухом дышали. Смотрите, какой у меня прелесть. Это сова. На патриарше. Ух ты. Ну, повернись к нам чуть-чуть. Ну, пожалуйста. Ух ты, какой ты сладный. О-о-о. Какой зятиколюсенький. О-о-о. 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 Что там? Какие-то птицы, да? Что птицы какие-то? Вообще ли здесь все? Почему ты днем-то не спишь? Разбудили, да? Я уже взяла свою часть прямого эфира. Сейчас прямого эфира. В одной больнице меня даже померили. Метр шестьдесят четыре. Сегодня же пятница. Я говорю, так, стоп, стоп, стоп. Я конец. Ну все, прямой эфир закончился. Что-то мы мутные какие-то девушки. Или я в очках ничего не вижу. Прямой эфир закончился. И я вам уже говорила, что я несколько дней ничего не вязала. А на прямом эфире, пока Аня там час лялякала, я полчаса отговорила. А ее понесло, вопросов было много на целый час. И вот пока она там разговаривала, лясы точила со зрителями, я немножко повязала. Вот такой у меня рабочий стол. Здесь у меня клубок, из которого я вяжу. Здесь у меня все остальное лежит по вязанию. Тут вот стоял телефон, я на Аню смотрела. Он стоит у меня на бутылке, держится. И вот на таком смешном человечке. У меня красный, а у Ани не помню, какого цвета. Забыла совсем даже, какого цвета у нее этот человечек. И вот я связала. Тут, по-моему, вот столько. Я уж не помню. В общем, хорошо, что я сейчас уже вот на этой схеме. И я тут отмечаю птичками, галочками. Сейчас, маленький, сейчас какой ряд я провязала. А так бы я забыла. Несколько дней, я говорю, в руки не брала. Давно не брала я в руки шашки. Сейчас я собаку спущу. Бася спала, спала, выспалась. Ну что, мы с вами будем прощаться, да? Завтра суббота, послезавтра воскресенье. Мы желаем вам прекрасного отдыха. Так лето же. Купайтесь, отдыхайте, по грибы ходите. Я не знаю, что. У кого, что, где происходит. Сегодня писали на прямом эфире, в каких городах какая погода, какая температура. Ну, в общем, в основном сейчас у многих прохладно. Так что желаю вам солнышка. Всё-таки оно должно же прийти. Когда было жарко, все хотели прохладной погоды. Когда стало прохладно, теперь все говорят, ну, лето проходит, а тепла нет. В общем, мы люди такие, что нам никогда не угодишь. Вот, поэтому желаю вам той погоды, которую вы хотите. И провести выходные так, чтобы они вам запомнились. Ну, хотя бы на всю неделю. А может быть, и на весь год. Обнимаем вас крепко-крепко. Желаем всем доброго утра, счастливого дня, спокойной ночи. И пока-пока. Да, маленький? Да, и Маня пришла. У меня все пришли. Смотрите, вот все пришли, все пришли, все пришли. Как только вы слышали, что я с вами разговариваю, все странно пришли. Да? Малышки. Баська, что там у тебя зачесалось? Это будет, знаете, у нас как в фильмах, вот в Мстителях, в фильмах Марвел. Там у них после титров еще идет какая-то информация. Маня, ты красавица. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok